Умение слышать людей – главный тренд современного политика. Об этом говорили сегодня в рамках форума «Медиалаборатория. Власть. Медиа. Доверие». В нем приняли участие администраторы государственных пабликов Самарской области, представители СМИ региона, гости из федерального центра и представители медиаорганизаций соседних областей. На одной из главных площадок форума обсуждали вопрос, как повысить доверие общества к власти и какова роль в этом процессе средства массовой информации. Одним из спикеров стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Формирование доверия между властью и обществом – это задача перманентная. Невозможно раз и навсегда доверие сформировать и на этом успокоиться. Это невозможно. Оно очень долго выстраивается. Это очень чувствительный процесс. И когда ты достигаешь определенного уровня, ты не можешь рассчитывать, что это продлится сколько угодно долго. На площадке обсуждали современные инструменты, которые позволяют выстраивать эффективную коммуникацию между властью, медиаресурсами и населением. Здесь особое внимание уделили именно интернету. Сейчас в сети можно не только узнать актуальные новости, но и рассказать о проблеме. Если раньше пользователи задавали вопросы в основном в неофициальных пабликах соцсетей, то теперь выбирают страницы глав муниципалитетов или администраций. Доля сообщений, поступивших на официальные интернет-площадки, органов исполнительной власти и местного самоуправления, выросла до 72%. По мнению эксперта по репутационному менеджменту и кризисному пиару Кристины Потупчик, власть, в свою очередь, также не должна замалчивать острые моменты и активно рассказывать о решении тех или иных проблем. Для этого можно использовать все средства коммуникации, включая традиционные СМИ. Многие вещи власти сама не озвучивают, потому что думают, что это создает социальное напряжение. Наоборот, именно информирование снимает это социальное напряжение. И отсутствие информирования всеет панику и как раз-таки создает пространство для фейков. Нужно работать так, чтобы захватить на поле на объяснение. То есть власть должна первая объявить, что что-то случилось, и сообщить, что делается для того, чтобы решить эту проблему. Обсуждали на форуме и такие современные инструменты коммуникации в сети, как государственные паблики. Так, в Самарской области их создано больше 3,5 тысяч. Это официальные страницы органов власти и бюджетных учреждений. В совокупности на них подписались почти 3 миллиона человек. Проблемы населения через интернет помогают освещать и решать центры управления регионами. Это один из эффективных инструментов в сети, который появился не так давно. Те редакции, которые перестроились под работу в интернете, в социальных сетях, кто осуществляет свою коммуникацию со своей аудиторией в социальных медиа, а те наиболее успешны сегодня в части коммуникации, опять же, людей и представителей органов власти, медиа-сообщества. Участники и гости форума уверены, медиалаборатория станет толчком к изменениям, решениям непростых ситуаций и внедрением новых эффективных инструментов коммуникации между властью, медиа и населением. Эта дискуссия, она показывает, что у нас идет реальный диалог между обществом, властью и здесь средства массовой информации выступают вот тем медиатором, которые и приводят к тому, что этот диалог появляется. Без этого диалога ничего не состоится, как на территории Самарской области, так и, пожалуй, всего Привозского федерального, а может быть и страны. Это факт. И медиалаборатория, это как раз об этом. Основная программа форума закончится 27 мая на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Итоги работы Первой Самарской медиалаборатории символично подведут в День прессы – фестивали СМИ, которые проходят ежегодно в последнюю субботу мая. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.